В ишерождественскую атмосферу американского женского клуба ворвались яркие краски Colorful Diary разноцветного дневника. Так называется выставка художницы Марии Андраде, отец которой из Эквадора когда-то приехал учиться в Советский Союз и женился на русской девушке. Родились две дочки, яркие, красивые Мария и Диана. Маша с детства рисовала все, что видела. Во взрослой жизни стала востребованным дизайнером декоратором, но поездка к отцу в Эквадор полностью перевернула ее жизнь. Это был 2005 год, и именно там, там я полностью меняю свою, вообще полностью меняется моя жизнь, вообще полностью. Я считаю, что это один из самых моих субероносных моментов жизни. Почему? Потому что даже здесь, в Бельгии я оказалась из-за этого момента. То есть я лечу в Эквадор, и там я понимаю, что я хочу быть не дизайнером, не... То есть я работала уже в рекламных агентствах, то есть я очень больших высот уже достигла, то есть я уже была как главный художник-дизайнер, то есть я там создавала, начиная с каких-то газет, журналов, то есть я себя в этом видела. Здесь в тот момент я понимаю, что нет, я хочу рисовать, то есть я после этого возвращаюсь, после Эквадора я возвращаюсь и понимаю, что я хочу быть художником. То есть я начинаю, полностью себя посвящаю живописи. В Латинской Америке, во-первых, дядя, дядя, брат, папа, дядя, он художник тоже. И вот атмосфера, семья, то есть тетя работает, у нее своя арт-галерея, то есть вот эта вся атмосфера, я вижу, то есть я там с ними со всеми общаюсь, и вот краски, вот эти все выставки, я начинаю посещать там тоже выставки, а в то время там жила, то есть не просто приехала, уехала, какое-то время жила, я там беру в руки кисти, именно там, то есть у меня есть такая возможность, и начинаю рисовать, и вот эта вот вся атмосфера, огромная мастерская, возможность, краски, необыкновенная природа, безумные цвета, особенно когда там сезон бывает дождей, и когда вот это серое небо, их безумно яркие цвета, леса, тропические цветы, и все это, это непередаваемо, то есть для меня это как вот своего рода я открыла в себе, что я хочу все это как-то через себя пропустить и передать это на холсте, да, на возможность потом как-то вот показать мир. И в общем я начинаю писать, писать, возвращаюсь в Россию, тоже начинаю писать, беру уроки у частных, да, то есть потому что я понимаю, что мне нужно отрабатывать технику, мне нужно, но мои цвета остаются при мне, то есть это не меняется, это вот, это изнутри, да, и я думаю, что это, ну, есть что-то в моих цветах такое вот экзотическое, но я вижу в них тоже очень много русского, они какие-то красно-синие, это что-то вот, если это абстракция, то оно меня напоминает почему-то. У меня, кстати, я здесь хожу в Академию искусств, и у меня преподаватель говорит, мы видим иногда Шагала, мы видим иногда Кандинского, то есть они видят, они прослеживают не то, что стиль, не то, что копия или картин, но вот сам цвет, сам передача цвета, вот эта вот, надо наивность какая-то, вот, или вот я использую, когда золото какие-то, вот, как иконы. После моего Эквадора, то есть я стала настолько открытым миром, я решила, что каждое моё путешествие, оно, после него я, я работаю месяцами, иногда по 20 часов я только вот сплю и пишу, потому что столько, столько впечатлений, всё это хочется, и вот путешествую, вот прям вижу работу, вот, вот, у меня картина за картиной, вот, и мне только вот успевать всё это писать, писать и писать. И сейчас вот, допустим, я пишу больше маслом, до этого писала больше акрилом, конечно, в технике я себя ещё ищу, в стиле тоже, но вот иногда мне хочется как-то выразить свои эмоции через абстракцию, очень люблю абстракцию, я считаю, что это одна из сильных и сложных стилей в искусстве, одна из сложных, кажется, что она вот, но она на эмоциях, и помимо эмоций ты должна ещё найти именно смысл какой-то, то есть что-то я больше уже пишу, вот, больше у меня символическое, больше то, что я переживаю, то есть как бы каждая работа имеет для меня огромное значение, то есть это не просто краски, и вот я пишу то, что увидела, и пытаюсь это как-то, то есть это вот проходит через меня, через мои чувства, через как я воспринимаю, как я вижу мир, мир вокруг себя, вот этот зал, он у меня здесь больше французской полинезии, то есть безумно красиво, это действительно рай, рай парадайз, да, рай на земле, цвета, я понимаю, теперь Гогена, да, то есть это не то, что он писал ярко, это на самом деле так, да, и, конечно, вот я здесь в Бельгии, я здесь в Бельгии сейчас, потому что моя поездка тоже была особенностной в моей личной жизни, я познакомилась с моим мужем, будущим мужем, сейчас мой муж там, тогда он вот был только, мы с ним вместе сели в самолёте, мы с ним вместе летели в Эквадор, и после этого мы переписывались, общались, дружили, и вот теперь я здесь в Бельгии, потому что он оказался бельгийцем, то есть одна поездка поменяла не только мою профессиональную деятельность, но тоже мою личную жизнь, мой муж архитектор, поэтому мы такие, да, мы ходим вместе на выставки, мы любим искусство, если мы куда-то ездим, путешествуем, у нас нас объединяет искусство, то есть мы по всем музеям, выставкам, и в этом плане мы, конечно, с ним, что-то у нас, у нас есть общее. Диана учится на фэшн-дизайнера и недавно запустила совместный проект с сестрой. Как вы знаете, моя сестра художница Мария Андрада Андрада, и её картина безумно красивая, я им восхищаюсь, и они у многих находятся сейчас на коллекциях, в галереях, и идея пришла внезапно. Мы подумали, что почему бы не перенести вот эту красоту, вот эту художественность, то, что выражает моя сестра на картинах, на шёлк, то есть на платок. Наша идея на сие искусство перешла на наши шёлковые платки. Мы назвали наш проект Эмме-Ди, Эмме — это на латинском буква М, то есть Мария, и Ди — это Диана. То есть это наша общая идея, и один из последних наших дизайнов — это платок Тиаре. Мария нарисовала такую же работу, которая показывает французскую полинезию во всей красоте, и итальянская фабрика, которая печатает для ведущих дизайнеров, напечатала для нас тоже платок вот в таком формате. У нас несколько дизайнов, мы выпускаем пока мало. Я занимаюсь этим проектом, учусь тоже на фэшн-дизайнах, и надеюсь, что это пойдёт дальше, и люди будут носить искусство. Вот такой разноцветный дневник стоит добавить в путешествия от Марии Андрадо и её сестры Дианы. Субтитры создавал DimaTorzok